Всем привет! В данном видео с вами рассмотрим, как же ученик может выполнять домашние задания. Слева вы можете заметить, как выглядит урок со стороны тренера. Давайте мы с вами этот урок начнем, а справа подключимся непосредственно на этот урок. Итак, у ученика появилась тема урока «Двоенный удар с поддержкой». Тренер видит, что ученик подключился. После того, как урок уже проведет, мы решим несколько задач, посмотрим партии, обязательно сыграем в шахматы. Тренер завершает урок. Именно после этого ученику отправляется в личный кабинет «Домашнее задание». Молодец, урок закончен. Переходим в личный кабинет и находим такой модуль, который называется «Выполнить домашнее задание». Нажмем на него. Итак, что мы с вами можем здесь заметить? Во-первых, конечно же, видно дату, когда это домашнее задание было отправлено. По какой теме оно было отправлено? Оно находится у нас в модуле «Активные», то есть они подсвечиваются, те задания, которые еще мы с вами не делали. В модуле «Пройденные» здесь уже будут задачи, которые мы с вами выполняли. Итак, начнем. «Двойной удар с поддержкой». Что же у нас тут есть? Слева вы можете заметить маленькие мини-доски, это переключение между задачами. Непосредственно саму задачу решаем, конечно же, на большой доске. Задача у нас первая из десяти. И внизу важно прочитать, конечно же, кем мы играем и что от нас требуется сделать. Итак, написано «Ход черный», значит мы играем черным. Найти двойной удар с вилкой, вилку с поддержкой и выиграть материал. Ученик после некоторых раздумий находит ход, видит, что нас съели и идет дальше. Можно переходить к следующей задаче. Давайте попробуем решить с вами эту задачу неверно. Сделаем ход ладьей. Конечно же, ход неверный, ученик это сразу увидел и нажимает «Пройти заново». После того, как ход сделает, смотрите, да, мы сделали ход, ничего не появилось, верно или неверно. Это значит, что задача решается не в один ход. Чтобы убедиться, что мы решили верно, должны дождаться, когда появится либо зеленая галочка, что верно, либо же красный крестик, что будет неверно. Можно переключать задачи таким образом, можно переключать их сверху, можно переключать, непосредственно нажимая на доску. Если мы решим с вами, давайте, дойдем до последней задачи, вот видите, в один ход она решилась, обязательно в конце нужно нажать «Завершить урок». Все, и ты увидишь, сколько же процентов выполнено верно. Можно, конечно, пройти заново. Можно вернуться обратно в личный кабинет. Теперь домашнее задание стало у нас меньше, и оно пропало из вкладки «Активный». Перешло в вкладку «Пройденный», где сколько процентов решено мы увидели. Если можно, пройти, конечно же, заново. Все те же самые задачи по тому же маршруту. Обязательно стоит выполнять домашнее задание, поскольку именно домашнее задание помогает закрепить тот материал, который ученик прошел на уроке, что облегчит его дальнейший шахматный путь. Спасибо за внимание.